Уважаемые коллеги, вчера мы написали на ТМС по соглашению о намерениях между НИНМ и частной компанией. Проект «Композит», генеральный директор присутствует здесь, в основном он в том, что соглашение о намерениях о создании высокотехнологического производства медицинских резервов и педического назначения. Это проект «Композит» замещения ТВЭЛ. Надо сказать, что проект в полной мере отличает теме настоящего круглого стола. Мы максимально стараемся использовать человеческий капитал, технологии накопленные в НИНМ. Это действительно попытка создания нового продукта. Мы создаем этот продукт на основе новых подходов. Мы создаем новый бизнес, экстрактаризируя существующие. И мы рассчитываем, что это полноценный проект импорт-замещения. Мы в конечном счете пытаемся выйти на умное вытеснение зарубежных аналогов с российского рынка. Такая амбициозная задача стоит. Плюс ко всему этот проект острая социальная направленность имеет. Это вообще нам греет душу. Благодаря неоценимой организационной и финансовой поддержке нашей материнской топовой компании ТВЭЛ проект уже зажил своей жизнью. И мы в рамках первого этапа построения проекта уже получили конкретную продукцию, которую можно не только видеть, но и осязать. Вот сейчас мои коллеги вам продемонстрируют. Вы можете и видеть, и даже если захочет, можете осязать. В чем идея этого проекта, в чем предпосылки, точнее, этого проекта? Надо сказать, что отечественная медицина далека от лучших зарубежных фондов в плане оказания ортопедической помощи. Хотя за последние годы сделано очень много. И, к сожалению, в последнее время ситуация обострилась, ввиду такой сложной внешнеэкономической ситуации. И, видимо, нам при всех успехах не удастся достичь таких общеевропейских, скажем, стандартов, если мы не развернем полноценное, серийное, полномасштабное производство медицинских изделий. Это изделие терапевтического назначения. Ну, в первую очередь мы будем говорить о эндопротезах крупных суставов. И совсем в первую очередь о эндопротезах тазобедренного сустава. Ну, надеюсь, что никому из присутствующих в жизни своей не придется столкнуться с таковыми изделиями. Но, тем не менее, реальность такова, что сегодня в России делается почти 70 тысяч операций по замене тазобедренного сустава. При этом около 95% этих эндопротезов зарубежного производства. Ну, ввиду таких сложных экономических условий, которые сейчас мы пребываем, увеличить количество операций маловозможно. И более того, государство, вообще говоря, с трудом выполняет взятые на себя обязательства по показанию медицинской помощи. По оценкам ведущего института в области ортопедии ЦИТО, потребность в операциях, ну, как минимум, в два раза больше. А на самом деле, видимо, еще больше. То есть, можно сказать, что в Германии, в которой население меньше, чем в России, делается в год порядка 400 тысяч операций заменят тазобедренных суставов. Вот, вы видите, раньше. Следующий. Нет, предыдущий. Теперь же предыдущий. Значит, мы пытаемся построить полноцикловое крупносерийное производство медицинских изделий таблического значения на площадке в Нейной Москве. Проект, как по нашим планам, должен насчитывать несколько стадий. Первую стадию мы уже прошли. Мы создали уже участок, который позволяет наносить пористые покрытия на протезы заменят тазобедренных суставов. Последующие этапы предполагают расширение этого участка по нанесению покрытий и впоследствии локализацию оборудования для механической обработки заготовок эндопротезов на площадке ННМ. Тем самым мы рассчитываем, что весь производственный цикл от заготовки до, возможно, радиационной стерилизации мы будем делать в одном месте на площадке ННМ. Значит, в чем предпосылки и в чем оптимизм в нашем нашем проекте? Ну, я выделю два важных момента. Мы пошли по иному пути, не так, как в основном и производительные протезы зарубежные. Мы придумали с коллегами такую групповую заготовку, которая изготавливается методом, ну, скажем, ковки, в результате чего мы получаем очень недорогую и исключительно качественную заготовку из титана, которая потом, впоследствии, обрабатывается, доводится до кончательного размера, и на нее, это вторая особенность, наносится пористая покрытие ститана, регулируемая пористой. То есть, это многословное покрытие, которое обладает очень высокой амблизией, и эндопротез, помещенный внутрь организма, в пористой покрытии эндопротеза прорастает в косная ткань, так что через какое-то время организм, в общем, перестает воспринимать это инородное тело, как, ну, действительно народное тело, и это становится ной элементом конструкции. Вот то покрытие, которое мы наносим, и та установка по технологии ДНМ, она, в общем, не имеет аналогов в мире, таких установок вообще не много в мире, в России таких установок нет и вовсе, на всей территории Евразии, в общем, мы являемся почти монополистами. Партнеры, значит, два ключевых партнера, от которых мы писали соглашение, это ВНИНЭМ и ТРЕКЭКОМПОЗИТ, значит, ВНИНЭМ это технологический партнер, ТРЕКЭКОМПОЗИТ это компания, которая обладает компетенциями в области изготовления эндопротезов, продажи, обладает лицензиями, инвестиционными разрешениями, рабочей документации, и вот этот симпиоз, как мы рассчитываем, позволит этому проекту успешно развиваться. Значит, компания Контра ТВЭЛ, это ЧМЗ, Новосибирский, Ковровский, в этом проекте выполняет важнейшие функции, то есть ЧМЗ это поставщик заготовок из титана, это производство, которое мы оценим очень высоко и рассчитываем, что наш проект будет до максимальной загрузки заготовками из ЧМЗ обеспечен. Новосибирск, НЗХК, планируется как поставщик заготовок для эндопротезов коленных суставов, а также изготовитель медицинских инструментов для установки эндопротезов, так же, как и Ковровский механический завод. Научно-нетачеческий партнер указан на слайде дальше. Ну, не буду останавливаться на типах эндопротезов, ввиду недосадку времени. Следующий слайд. Следующий слайд. Вот такая технологическая цепочка изготовления самого сложного элемента эндопротеза телобедренного сустава. Вот за исключением самого первого квадрата, самого последнего квадрата, мы рассчитываем, что производство будет популяризован на площадке вне НЭМ. Значит, вот зеленым цветом выделено уже действующее производство. То, что мы сделали в рамках первого траншинга проекта ТВЭЛ, серенево-калетово – это вторая стадия. То, что мы рассчитываем выполнить в рамках второго траншинга проекта ТВЭЛ, в последующем мы рассчитываем дополнить это операциями конечной обработки на площадке вне НЭМ. Следующий слайд. Это просто обзор на набор инструментов для установки эндопротеза телобедренного сустава. Это очень сложные технологические изделия, которые стоят, ну, масштаб, можно сказать, это 50-80-100 тысяч евро за ним комплект. Изделие позволяет, вот этот комплект позволяет, ну, гарантированно ставить не менее 100 эндопротезов. Следующий слайд. Тоже для, просто, внешнего впечатления, это эндопротез коленного сустава. К сожалению, эндопротез коленного сустава в России не изготавливает никто, нет ни одной компании, которая была дать лицензии изготовления, нет рабочих документов. В общем, работа начата, ТВЭЛ нас поддерживает. Я думаю, что в течение, ну, наверное, трех лет мы сможем выйти на изготовление первых пилотных серий этого продукта. Последний слайд. Так, предпоследний. Здесь обозначена короткая схема кооперации компании в работе. Ну, я уже об этом сказал. Следующий слайд. Здесь наша плановая динамика по изготовлению депротезов. Значит, вот вы видите, что мы поставили задачу к 2020 году выйти на изготовление 80 тысяч комплектов. Это обеспечение нынешней потребности российского рынка. Следующий слайд. А дальше. Все, спасибо за внимание.